Апошние хвелины верстки юбилейного номера. На 28 сторонках «Гомельская правда» выходила и ранее, а лена гэты раз принципова иншы пыдыход. По сутнасті, читаши отрымаюць адразу некалькі газет. По-перше, докладную копию тысячного номера выдання. Урэште, цікава доведацца, абчым писала газета у тые часы. Плюс «Правда деце». Гэта проект, який «Гомельская правда» реалізавала звучнями 14-й Гомельской гимназии. Отрымалася нечто на кшталт журналистской эстафеты. Об сучасном житті головной областной газеты рассказали школьники, які об профессии журналиста яше только марать. Это была инициатива самой гимназии. Настауница русской мовы и литературы Жанна Жадейко шмат годов является сябром нашего выданья и давняя наша поспишчица, и популяризатор Гомельской правды. И она сама пропонавала такий проект сделать, чтобы дети, люди, которые учатся в 10-м классе в гимназии, повиншували областную газету, свою любимую газету, яку и они сами выписывают с батьками разом, за таким юбилеем, 100-годзем. Дарыший юбилейный номер Гомельской правды будя 23 616-м. Минавито стольки разов выходила газета за свою 100-годовую историю. Правда, сучасную назву и она отримала у 1938-м годзе. Спальшатку – известия Гомельского совета рабочих и солдатских депутатов. Путым были известия Революционного комитета города Гомеля и уезда. Путь советов и Полезская правда. И такая лишьба, по якой можно мерковать обдейенности газеты. Только за минулый год ее архив пополнили амаль 20 тысяч фотосдымков, зробленных во всех районах в области. Але зараз только друкованным выданием журналисты уже не обмежовываются. По сутности, сучасная Гомельская правда – это холдинг. Не дзе пять годов тому тут открыли уласный выдавецкий дом. Летость вышла у эфир «Правда радио». Это, кажуть, потребование часу. По-иншему, сёння уже нильга. Сегодня востребовано уже не только печатное слово, но слово, в принципе, вообще востребовано, электронное слово. И мы это почувствовали. Поэтому открыли радио. Я не исключаю, что формат телевидения на нашем портале тоже будет присутствовать довольно активно. Поэтому сама жизнь подсказывает нам что-то открывать. Если мы открыли пять лет назад издательский дом «Гомельская правда», мы не пожалели, потому что это помогает нам экономически, финансово жить.